А теперь обо всем более подробно. Налоговая инспекция начала рассылку налоговых уведомлений. У жителей городского округа есть чуть больше двух месяцев на оплату квитанции. Чтобы не попасть в число должников, рассчитаться нужно до 3 декабря. О других нюансах налоговой компании не все налогоплательщики получат письма счастья. Налоговое уведомление может быть не сформировано по нескольким причинам. Так их не отправят тем жителям округа, чей имущественный налог составит менее 100 рублей. Эта сумма будет включена в следующий расчет. Проще говоря, в будущем году такие плательщики получат налог сразу за два года. Второй момент. Это не было сформировано уведомление по причине того, что в налоговой инспекции отсутствуют объекты налогообложения. Это также не стоит пугаться этого. Налоговый орган получит от регистрирующих органов необходимую информацию. Налог будет дополнительно исчислен. Владельцев авто в налоговом уведомлении может ждать сюрприз. Перечень дорогих автомобилей был расширен. Этот список пополнился транспортными средствами стоимостью от 3 миллионов рублей. Налог на них был рассчитан с учетом повышающего коэффициента. Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ФНС в разделе «Налоговое уведомление-2018». Здесь же узнать о других новшествах налоговой компании. В указанном налоговом уведомлении будет задействована сумма налога на доходы физических лиц, с которых налоговым агентом не был удержан подоходный налог. Также может быть увеличен налог за счет того, что налог на имущество за 2017 год исчисляется по ставкам с повышающим коэффициентом 0,6. К прошлому году этот коэффициент составлял 0,4. А также могли быть изменены льготы либо ставки по другим налогам. В случае неуплаты налога до 3 декабря плательщик получит от инспекции еще одно письмо. На этот раз с требованием погасить задолженность. Если к сроку уплаты по требованию также обязанность плательщика исполнена не будет, а здесь уже служба судебных приставов будет включать все инструменты, которые позволяют ему сделать закон об исполнительном производстве, вплоть до ограничения выезда за рубеж. Узнать о своей задолженности можно в МФЦ, налоговой инспекции, в личном кабинете на портале госуслуг или кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Последний интернет-ресурс также дает возможность самостоятельно распечатать уведомления и заплатить налоги онлайн.